Девушки отдыхают Причем большая часть из них ныне практически забыта А вагуночный экшен Twisted Metal к запуску приставки на Западе не поспел и вышел лишь к концу осени 95-го Но именно эта смелая, хотя и не лишенная недостатков игра положила начало одной из самых долгоиграющих, эксклюзивных серий Sony Созданная совсем тогда еще молодым Дэвидом Джаффой студией Single Track, игра моментально привлекала к себе внимание благодаря сочетанию гоночного драйва, ураганного экшена и безумной стилистики Наверное большинство автолюбителей хотя бы время от времени жалеют, что их железный конь не танк, а правила дорожного движения не позволяют расчистить пробку или расправиться со злостным нарушителем с помощью тяжелого оружия Признаемся, иногда ведь так хочется На этом пусть низменном, но вполне естественном желании сыграли разработчики Twisted Metal Выбрав любое из приглянувшихся средств передвижения, а среди них попадались и весьма экстравагантные модели вроде фургончика с мороженым, мы отправлялись в путь Вернее в бой, ведь перед игроком стояла одна задача — уничтожить всех соперников Естественно, участвовали в смертельных гонках герои не только ради спортивного интереса Организатором соревнования Twisted Metal выступал психопат с магическими способностями Калипсо, который обещал победителю турнира выполнить любое его желание Приз был весьма сомнительным, ведь Калипсо всегда находил способ так извратить мечту чемпиона, чтобы тот еще о ней пожалел Завязка, конечно, не слишком оригинальная, но вполне соответствующая духу игры К тому же не лишенной определенной морали, исполнение желаний не всегда приводит к счастью Конечно, в то время разработчики еще не умели толком пользоваться 3D Но даже такой слегка неряшливый и грубый Twisted Metal нашел свою аудиторию И только в США игра разошлась тиражом, превышающим миллион копий Уже через год после выхода оригинальной игры состоялся релиз второй части Twisted Metal, которая стала примером почти идеального продолжения и завоевала славу одной из лучших игр на PlayStation Улучшения коснулись почти всех аспектов игрового процесса Уровни стали больше и разнообразнее, графика четче и красивее, выбор гонщиков и оружия еще шире Twisted Metal 2 добралась даже до PC, но на этой платформе игру ожидал провал Одной из главных причин неудачи стало желание разработчиков адаптировать игру под компьютеры без 3D-акселераторов, которые в то время были еще не слишком распространены Как следствие, порт смотрелся гораздо хуже оригинала и, мягко говоря, не вызвал ажиотажа у покупателей Это был первый и последний раз, когда Twisted Metal вышла где-то помимо консолей Sony Но беда, как известно, не приходит одна И вскоре у сериала Twisted Metal начались новые проблемы Sony не смогла договориться с сингл-трек, а потому разработку третьей и четвертой частей доверили другой компании 989 Studios В первую очередь той пришлось с нуля создавать движок, ведь права на старый остались у сингл-трек И с этой задачей новая команда справилась не слишком здорово Разработчики пытались добавить в игру реалистичную физику, но в итоге Twisted Metal 3 оказалась переполнена багами и недоработками Придуманные новыми сценаристами и дизайнерами персонажи на фоне героев первых частей выглядели бляклыми и скучными Такими же получились и трассы Зачастую сражаться приходилось чуть ли не в открытом поле с минимумом декораций Третья часть прославилась разве что саундтреком, который специально для нее записал Роб Зомби Игра продавалась отлично благодаря узнаваемому бренду, но большинство поклонников и критиков называют Twisted Metal 3 худшей частью в серии 989 Studios тут же взялась за работу над ошибками и четвертая часть действительно оказалась лучше третьей Но все равно ее качество оставляло желать много лучшего Как и ее предшественница, игра пестрила багами, да и дизайн уровней по-прежнему не соответствовал уровню проекта Неудивительно, что после этого Sony предпочла вернуть франшизу в руки ее создателей Дэвид Джафе вместе со многими своими коллегами по синглтрек как раз основал новую студию Incognita Entertainment и она приступила к созданию Twisted Metal Black уже для второй PlayStation И игра, вышедшая летом 2001-го, действительно вдохнула в серию новую жизнь Предыдущие Twisted Metal славились своим черным юмором и обилием насилия, но мрачными их нельзя было назвать В Black тон игры заметно переменился Она стала по-настоящему жестокой и бескомпромиссной Она первой в истории серии получила возрастной рейтинг Мэтчур А в Европе из Black и вовсе вырезали все сюжетные видеоролики, посчитав их чересчур кровавыми для местной аудитории Но главное, что все важнейшие компоненты игры, дизайн уровней, разнообразие, история и управление не уступали образцовой второй части После этого Sony на несколько лет будто бы забыла о серии Сиквел Black, получивший под заголовок Harbor City, по неизвестным причинам отменили Хотя никаких поводов для этого вроде бы и не было Новые части серии пришлось ждать до 2005 года, когда к запуску консоли PSP была выпущена Twisted Metal Head-On Которая, хотя и не дотягивала по уровню исполнения до Black, все же стала одним из первых хитов портатива Sony В 2008 году, когда уже появилась PS3, вышло неожиданное переиздание Head-On для PS2 А вот почтить своим присутствием новую домашнюю консоль Sony сериал не торопился Лишь в 2010 году, после череды слухов и намеков, Джафес и товарищи в ходе выставки Е3 представили, наконец, следующую часть Которая будет называться попросту Twisted Metal и призвана перезагрузить франшизу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok